1 января 2000 года. Северная Корея находится далеко не на пике своего могущества. Внутриполитические события, происходящие с самой КНДР во второй половине 2000-2005 года, тесно переплетаются с такими событиями, как ядерная проблема, экономические реформы и межкорейские отношения. Если Корея надеется выжить в условиях постоянно растущего гнета со стороны капиталистических держав, ей срочно необходимо найти союзник в этом жестоком мире. С момента смерти Ким Ир Сена в декабре 1994 года в стране набирает силу идеология под названием Сангун. Очевидно, что до принятия новой редакции Конституции КНДР до 1998 года, Ким Чен Эр не планировал полностью взять на себя всю полноту власти в том объеме, в котором ей обладал Ким Ир Сен. В 1994 году его политические амбиции останавливались на председательстве в Государственном комитете обороны, а также он служил генеральным секретарем трудовой партии Кореи. Но тут многие из вас догадываются, что происходит с правителем, когда в его руках оказывается как партийная, так и военная власть. Для того, чтобы являться реальным и полноправным лидером страны в условиях, когда Ким Ир Сен стал считаться вечным президентом КНДР, и это положение было закреплено в Конституции, следовало изменить общество таким образом, чтобы военный аспект его жизни становился главнейшим. Таким образом, идеи Сангун как бы подстраивали общественное устройство КНДР под особую роль своего вождя, как военного лидера государства. В основе теоретических положений Сангун лежит теория особой роли оружия, Чхан Дэ Чун Сирон, которая связана с тезисом о независимости государства. Однако вооружение определяет не только жизненность общества в целом, но и вопрос наличия власти. Власть происходит от оружия и поддерживается его силой. Главной целью обладания оружием, то есть практически проявление любви к своему вооружению, согласно идеологии Сангун заключается прежде всего в противостоянии империализму. Это, однако, совсем не означает то, что КНДР собирается на кого-либо нападать. Тезис, указанный выше, означает лишь то, что империализму нельзя уступать ни в плане политики, ни в военных приоритетах. При этом сила оружия заключается в идее его обладателей, а ружье без идей слабее палки. Но на деле такая масштабная реформа требовала значительных вложений ресурсов и человеческих сил. А коррупция парализовывала и без того ослабленную экономику. Именно поэтому для того, чтобы Северная Корея процветала, в первую очередь необходимо провести масштабную административную реформу. Но вернемся к нашей хрупкой идеологии, ведь в начале 2000-х годов она лишь набирала силу. Окончательно ей удалось укорениться лишь в 2001 году, после вступления в должность президента США Джорджа Буша и начала Американо-Северокорейского противостояния. Ведь именно тогда на повестку дня особо вставал вопрос об укреплении обороноспособности государства. Все это, конечно, было в контексте антисеверокорейской политики, которую проводила администрация Буша. Однако Сангун это, безусловно, идеология полезная и принятая нашими широкими массами. Но не стоит забывать о нашем великом народе. Последняя корейская война не только ослабила наш военный потенциал, но и нанесла существенный удар по экономике. Именно поэтому первостепенной задачей государством должно стать обеспечение того, чтобы люди были сыты и одеты. Лишь в тот момент, когда базовые потребности наших граждан будут удовлетворены, мы займемся военно-промышленным комплексом. Политическая ситуация в данный момент относительно стабильна. У нашего правителя есть два преемника, Ким Чен Энн и Ким Чен Нам. У обоих из них свое видение управления государством и его будущего. Но мы абсолютно уверены, что кто бы ни стал править Кореей, он приведет ее к великим свершениям. После распада социалистического лагеря, Северная Корея была вынуждена искать новые пути экономического развития. И в частности, предприняла попытку создания свободных экономических зон. Первая из них в районе городов Наджин, Санбон, начал функционировать с сентября 1993-го. А в январе 1998-го года было создано первое крупное совместное предприятие по сборке автомобилей итальянского концерна «ФИАТ». Для создания более благоприятных условий для экономической деятельности в новых условиях интеграции с государствами рыночной экономики, 4 сентября 1999-го года КНДР был принят закон о реформировании народной экономики КНДР. Более того, у нашего государства появилась надежда в тот самый час, когда товарищ Сюганов пришел к власти в России. 2002-й год станет для КНДР особым годом, когда страна фактически выйдет на новый этап экономических реформ. Он подразумевает под собой масштабное использование механизмов рыночного регулирования и большей открытости экономики для внешнего мира. И прежде всего, для Южной Кореи, как бы странно это ни звучало. В том же 2002-м году Китай планирует выделить особую административную зону Синэйджу, город Урити-Амнакан на границе с КНР. Закон об особой административной зоне был принят постоянным комитетом лишь 12 сентября 2002-го года, но к этому нужно готовиться заблаговременно. Ну и буквально пару слов о Кэсонской промышленной зоне, которую мы планируем открыть уже к 13 ноября 2002-го года. У нас есть все необходимые возможности для реализации такого масштабного проекта, а для этого нам придется существенно ограничить службу в армии женщинам. В этом случае мы гораздо более грамотно реализуем наш производственный и строительный потенциал государства. Ну и кстати, мало по малому мы потихоньку нивелируем дебафы от трудного похода, а это, как известно, предвестник голода и разрушений. Но пока наши граждане яро радеют за процветание великого северокорейского государства, нам не о чем беспокоиться. В то же время в Сирии неспокойно, ведь там начинается гражданская война и на данный момент нам некого поддерживать в этом противостоянии. Однако на юге веют сильные коммунистические течения, и вполне возможно, что при наличии благоприятного климата ситуация в стране переменится. Это позволит нам, России и Китая вмешаться в это противостояние и вырвать страну из лап империалистических держав. По чутким руководствам династии Кимов нам удалось добиться настоящей промышленной революции и безусловно великой экономической победы. Трудный поход наконец-то завершен, но не время останавливаться на достигнутом. Резкое ухудшение отношений с югом и довольно агрессивная политика США приводят к тому, что мы находимся на гради войны с нашим ближайшим соседом. Наша армия находится в довольно боеспособном состоянии, и ежели Китай с Россией поддержат наше вторжение, у нас будут ощутимые шансы на победу. Уже в начале 2002 года мы готовы начать наше экономическое возрождение. Однако это долгий и трудоемкий процесс, который может занять не одно десятилетие. Мы продолжаем развивать и усовершенствовать наши системы управления и добились существенного снижения коррупции в государстве. Такое положение дел устраивает далеко не всех, и именно поэтому в стране действуют нелояльные сословия. Однако постепенно благоприятный климат восстанавливается, и мы готовы идти дальше. Несмотря на осуждения со стороны военных, мы принимаем решение сосредоточиться на гражданской промышленности. У нашего лидера достаточно политической власти для того, чтобы провести масштабную реформу вооруженных сил Кореи. Излишние растраты недопустимы, поэтому мы продолжаем борьбу с коррупцией. Но давайте немного окунемся в прошлое, ведь Корея с конца 19 века вела борьбу с японской колонизацией. С 1910 года, до окончания Второй мировой войны, она была аннексирована Японией. Стихийные крестьянские восстания жестоко подавлялись японскими властями. Лидером организационной национально-освободительной борьбы стало Корейское общество Возрождения Отечества. Пожалуй, именно тогда товарищ Тим Ир Сен получил широкое признание своих сограждан. Но, к сожалению, осенью 1937 года японские жандармы напали на след Общества Возрождения Отечества и провели аресты в уезде Чанпай. Это, если что, административно-территориальная единица Манчжурии. Так вот, собственно, этим высказыванием я хочу сказать, что у нас есть огромный такой зуб, который годами точился корейцами против их японских захватчиков. А уже непосредственно в 1945-м Советский Союз денонсировал пакт о ненападении с Японией и объявил ей войну. Красная Армия вошла в Корею с севером, а американцы высадились на корейский полуостров с юга. А уже 10 августа 1945-го в связи с неизбежной японской капитуляцией США и Советский Союз договорились разделить Корею по 38-й параллели, предполагая, что японские войска к северу от нее сдадутся Красной Армии, а капитуляции Южных в формировании примут Соединенные Штаты. Полуостров таким образом был разделен на Северную Советскую и Южную Американскую части. Предполагалось, что такое разделение является временным. Однако уже в 1945-м году, когда в Южной Корее при поддержке ООН были проведены первые выборы, а Северная Корея, естественно, стала их бойкотировать, стало ясно, что хрупкий баланс сил в регионе очень скоро будет наружен. Оба лидера не скрывали своих истинных намерений. Они стремились к объединению Кореи в одну единую страну. Собственно, в 1950-м эта война и началась. Я думаю, что ход войны мы с вами обсудим как-нибудь позже, когда будем снимать прохождение в моде Cold War, но сейчас можно лишь сказать о том, что боевые действия зашли в тупик уже в июле 1951-го года. Критические потери были по обоим сторонам баррикад. Обе стороны стали на рельсы, которые в конечном счете привели их за стол мирных переговоров. Но что ждет этих государств в будущем? Останется ли Корея навеки разделенной? Или одна из сторон конфликта недалекого прошлого все же возьмет верх? Этот ответ, как и многие другие, я предлагаю обсудить в комментариях под данным видео. Как видите, у нашего государства есть три пути дальнейшего развития. И именно вам предстоит решать его судьбу. Ставьте лайки, пишите комментарии под этим видео, для того, чтобы прокормить корейскую армию блужкой риса и предоставить на Врон достаточное количество кошка-жен. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает меня финансово, вы помогаете моему каналу становиться лучше. А затем я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok